Привет, друзья! Меня зовут Валентина, и мы на канале Мир Вкуса. На своем канале я занимаюсь различными видами рукоделия, которые меня вдохновляют. Сегодня у меня очередное видео о тех рукодельных процессах, которыми я занимаюсь на настоящее время. И начну, конечно же, с панов техники Крэйзи. Но я уже подумываю, настолько мне нравится шить это панно, уже подумывая о том, чтобы это было не панно, а, наверное, покрывало или одеяло. Посмотрим. И пока что смотрите, что у меня получается. Вот видите, в центре Крэйзи Блоки цветочный сад. Затем я эти блоки обшила полосками бирюзового цвета. Пока рабочее название этого панно бирюза. Все состоит, видите, из обрезков, остатков ткани. Так что это своеобразная утилизация. А далее я собираюсь делать полоски вот из вот этой ткани. И пришить эти полоски, может быть, шириной 8 или 10 сантиметров, но, скорее всего, 8. Прищью по краям панно. И дальше у меня идея. Я продолжаю шить блоки в технике Крэйзи. Но уже немножко с другими оттенками, с другими цветами. Сейчас вам покажу несколько готовых блоков и несколько заготовок. Итак, показываю, что у меня уже есть из готового. Вот такой блок. Вот такой. И вот какой. Это готовые блоки. И в заготовке у меня еще несколько, ну, не знаю, сколько штук, наверное, штук. Сейчас посмотрим, сколько. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Продолжаю шить эти блоки. И продолжаю шить панно. А вот из чего я делала полоски, из чего вырезала полоски бирюзовые, сейчас вам покажу. Это остаток еще от одного проекта. В интерьере комнаты моего внука присутствует бирюзовый цвет. У него там диван такой, штора, по-моему. Ну, в общем, мы с дочерью выписали вот такую ткань для покрывала. Но, я думаю, покрывало не должно состоять просто из одной ткани. И на обратную сторону покрывала я купила вот такую вот турецкую бязь. Смотрите, видите, она в технике пэтчворк. В принципе, покрывало будет двухсторонним. И вот эта бязь тоже по цвету очень хорошо подходит к будущей лицевой части покрывала. И мы сделали на настоящий момент следующее. Все расчертили через каждые 10 сантиметров мелком. И скололи булавками. Я начала простегивать коричневой ниткой. Видите, мелкими стежками. Вот так вам видно, наверное. Не знаю, как долго я буду эту стежку делать. У меня обычно это затягивается на достаточно длительный промежуток времени. Посмотрим. Ребята, покажу еще один процесс, который я начинала осуществлять, мне кажется, года два назад. Начала вышивать вышивку. Ну, сейчас вам покажу, что я вышила. Смотрите, лучше вот так, в перспективе вам покажу, чтобы было видно, сколько еще нужно вышивать. Это уголок вышивки. И покажу вам, как она будет выглядеть в готовом виде. Так, смотрите, хоть отсвечивает у нас освещение. Ну, в общем, видите, это мостик, домики. Прекрасная зимняя вышивка. Ну, видите, это западная зима. Буду тоже ее начинать довышивать. И еще в эти выходные я занималась тем, что окрашивала ткань. Вот такая стопка ткани я окрасила в цвет хаки. Не буду разворачивать каждый лоскуток. Покажу вам в свернутом виде. И в зависимости от качества и состава ткани, видите, цвета получились разные. Это ткань с желтым рисунком. Видите, немножко просвечивается. Вот это вот желтенькие пятна, желтенькие цветы. Мне вообще нравится неравномерное окрашивание. Вот лен. Вот таким образом окрасился. Вот это советская сорочечная ткань. Была белая с синими вкраплениями. И вот я ее тоже покрасила. Вот такой вот хлопок. Все эти ткани хлопковые. Это бывшие рубашки или обрезки от шитья, допустим, медицинских халатов или чего-то еще. Друзья, ну что, я думаю, на этом свое видео я буду заканчивать. Если кому-то интересно, смотрите обязательно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. И до встречи на канале Мир Вкуса. Субтитры сделал DimaTorzok